Мы приехали в Нидерланды, так как это ведущая страна в мире в сфере велотранспорта. Мы здесь, чтобы понять, почему это так, как удалось этого добиться, и какие уроки могут быть получены и применены в американских городах. В Нидерландах так было всегда. В течение последних 30 лет жители Нидерландов сделали сознательный выбор в пользу велосипеда. В 50-х машины стали доступны всем. Каждая семья в Нидерландах хотела иметь ее. Это считалось благом для экономики. Но в 70-х произошли нефтяной и экологические кризисы, а показатели смертности на дорогах били рекорды. И общество решило, мы не хотим зависеть от нефти, мы не хотим мириться со смертями, нам нужна новая транспортная система. 27% поездок в Нидерландах совершаются на велосипеде. В центре Амстердама почти 50%. С нами приехали лидеры из нескольких американских городов, Вашингтона, Чикаго и Майами, чтобы познакомиться с велотранспортом. Все, что мы увидим на этой неделе, это результат сознательного выбора в проектировании, транспортной политике и в образовании, а не какой-то волшебный генетический код, который есть у жителей Нидерландов и который заставляет ездить на велосипедах. Мы посетим несколько нидерландских городов. Они очень разные по характеру, размеру и демографии. Это будут не только большие города, как Амстердам, Роттердам и Утрехт, но также и средние города, такие как Зволи и Гронинген, находящиеся на севере страны. Гронинген, возможно, является лучшим велосипедным городом в мире. Мы едем туда, так как это город, с которого берут пример и черпают вдохновение другие нидерландские города, когда они хотят улучшить условия для велосипедистов. Центр города разделен на 4 сектора. Автомобили не могут переезжать из одного сектора в другой. Они должны ехать в объезд по дороге, идущей вокруг центра. Это сделано, так как невозможно найти место для всех автомобилей, которые приезжают в город, потому что дороги узкие. До центра города быстрее доехать на велосипеде, чем на машине, и это дешевле. Представьте, что было бы, если бы все эти велосипедисты, которых вы видите на улице, пересели на машины, весь город стоял бы в пробках. Наши семинары – это смесь встреч с местными экспертами, транспортниками и проектировщиками из принимающих городов. Также у нас много практических занятий, потому что ничем невозможно заменить личный опыт и поездки. Мы смотрим на инфраструктуру, встречаемся с людьми, смотрим на то, что происходит. Можно действительно ощутить живость этих городов. Для меня самым важным стала экономическая жизнь, создаваемая этими маленькими магазинчиками и ресторанами, и я непременно поделюсь этим опытом с бизнесами в моем районе. Нет лучшего транспортного средства для инвестиций, чем велосипед. Здесь города понимают это, сталкиваясь с теми же трудностями, которые стоят перед городами в Америке в сфере транспорта. Общественный транспорт – это замечательно. Улучшать дороги – хорошо, но все это очень дорого. И города понимают, что с каждым выложенным долларом и евро велотранспорт приносит наибольший возврат. Я решила приехать сюда, потому что мне было важно понять на лучшем примере в мире, на примере Нидерландов, как действительно создавать велоинфраструктуру и велообщество, чтобы жители моего города получили хороший способ передвижения по городу, загруженному транспортом. Мне было очень интересно приехать сюда, так как, будучи шефом по городской инфраструктуре, мне приходится иметь дело с большим количеством проектов велодорожек. И иногда эти проекты очень трудно продвигать, исходя из их цены. Поэтому мне стало интересно приехать туда, где культура уже в полной мере приняла велосипед как средство транспорта, и узнать, какие шаги нужно предпринять, чтобы это стало возможным. Мы здесь, в Нидерландах с Bikes Belong, чтобы увидеть, как различные города организуют велодвижения. В Чикаго мы приняли программу, по которой мы должны создавать 40 километров велодорожек каждый год в течение четырех лет. Что действительно интересно, здесь применяется комплексный подход. Все улицы приспособлены для велосипедов, а не просто улица здесь, улица там. Что можно найти не только в нидерландских, но и в других городах мира, где высок уровень велодвижения. Это четкое разделение видов транспорта на дорогах, где допустимы высокие скорости. На улицах, где скорости очень малы, 30 километров в час или меньше, велосипеды и машины находятся в едином пространстве. Это хорошо работает, и это безопасно, так как разница в скорости очень мала. На улицах, где машины едут быстро, существует гораздо более жесткое разделение. Голландцы считают, что так гораздо более безопасно и комфортно. Я считаю, очень важно видеть конечный продукт, чтобы убедиться, что он стоит того. Способы, которые применяются для разделения потоков транспорта на перекрестках, когда велодорожки идут под местом пересечения, вполне приемлемы там, где слишком сложно сделать безопасные пересечения на одном уровне. Я приехал, чтобы посмотреть на инженерные аспекты велоинфраструктуры в Нидерландах. Мы создаем много велоинфраструктуры в Вашингтоне, и я хотел быть уверен, что мы следуем самым современным стандартам. Одна из причин, по которой уровень велодвижения в Нидерландах так высок, состоит в том, что транспортная наука очень продвинулась в том, чтобы на улицах велосипедисты чувствовали себя комфортно и безопасно. Можно встретить большое разнообразие разметки, знаков и светофоров, которые облегчают понимание велосипедистами того, куда можно ехать, а куда нельзя. Специальные велопереезды, использование цветных покрытий, не все везде одинаково. Каждое решение подстраивается под конкретную ситуацию, но концепция и пользовательский опыт всегда похожи. Сейчас в некоторых районах у нас есть велосветофоры, они хорошо работают, но я увидел, как можно их улучшить, особенно счетчики обратного отсчета на запрещающих сигналах велосветофоров. Я думаю, мы можем применять эту технологию в США. Также в США у нас много перекрестков с круговым движением и кольцевых развязок. Здесь мы увидели по-настоящему хорошие решения для велотранспорта на круговых перекрестках и на подъездах к ним. В Нидерландах 18 миллионов велосипедов и 16 миллионов жителей. У нас в Тилбурге примерно 200 тысяч жителей. Мы находимся перед железнодорожным вокзалом. Здесь на площади припарковано около 2000 велосипедов. Наша цель – построить для них подземную парковку в течение следующих трех лет. Для железнодорожного вокзала велосипед очень важен. Около 60% пассажиров поездов приезжают на станцию на велосипедах. Это значит, что у нас всегда много велосипедов вокруг станции. Но мы перестраиваем всю эту территорию. Так что нам пришлось сделать временную парковку для велосипедов. Она на открытом воздухе, она охраняется и она бесплатная. Когда велосипед припаркован, колесо активирует этот датчик, прижимая его. И это позволяет видеть, есть ли свободные места. Что вы думаете об этом? Я думаю, это круто. Это действительно так. Ведь нет ничего хуже, чем ходить кругами в поисках места для парковки велосипеда. В Утрихте, в четвертом по величине, городе Голландии, более 85% детей ездят в школу на велосипеде. Утрихт делает много в сфере транспортного образования. У них есть специальный транспортный садик, где дети учатся, как вести себя на улицах. Необходимо включить в начальное общее образование обучение детей велосипедным правилам, а также совместные поездки родителей и детей в школу на велосипеде, когда дети едут впереди или на багажнике в кресле. А еще в пятом классе дети сдают экзамен по правилам движения. Я думаю, таким образом можно привить общественное признание велосипеда как полноценного средства передвижения. Мы приехали в Нейминген. Это довольно типичный средний город в Нидерландах. Сейчас он активно растет. Один из вызовов для города – как доставить людей в центр, где расположены магазины и рабочие места, но пространство очень ограничено. Одна из вещей, которую они сделали здесь – они пристроили скоростной велосипедный мост к железнодорожному, который идет через реку. Они называют его «велосипедным супер-хайвеем». Это очень важно для будущего, потому что на севере города строится новый район, где будет 12 тысяч квартир, и эти люди должны иметь возможность доезжать очень быстро на велосипеде до центральной части города. Без машин, в безопасности, в тишине и быстро, разумеется. Роттердам – важнейший город, который мы посетили. Когда мы говорили нидерландцам, что едем в Роттердам, чтобы понять, как сделать наши города привлекательными для велосипедистов, они считали это сумасшествием, потому что Роттердам известен как город, очень недружелюбный к велосипедистам по нидерландским стандартам. Это автомобильный город. В Роттердаме проживает около 600 тысяч человек. У нас широкие дороги. Причиной этому было желание создать пространство для автомобилей, потому что в 50-х и 60-х им уделялось много внимания. Впоследствии мы поняли, что внимание нужно уделять и велосипедам, и мы построили разветвленную инфраструктуру. На сегодня у нас примерно 500 километров велодорожек, и мы продолжаем их строить. Одно из преимуществ таких учебных туров состоит в том, что можно собрать транспортных лидеров из разных городов. Они изучают велоинфраструктуру в Нидерландах и могут сравнить с тем, что их коллеги делают в своих городах. Это как группа, взбирающаяся на гору, члены которой подбадривают друг друга. Мои взгляды на велосипед до этого тура были скорее рекреационного плана, но теперь я понимаю, на примере этой страны, что велосипед – неоценимый инструмент для передвижения людей. И это прекрасно, это здорово, это экологично, это позволяет людям быть ближе друг к другу. Я постараюсь продвигать велосипед как транспорт, когда вернусь домой. Инвестиции в велоинфраструктуру действительно окупаются. Это не просто выбрасывание денег на ветер, непраздные усилия. Вложение в проекты, повышающие удобство передвижения на велосипедах, приносит реальные результаты. Вы увеличиваете число людей, которые ездят. Они ездят в безопасности. Вы улучшаете качество жизни людей в городе. Вы уменьшаете использование автомобилей. Вы можете значительно улучшить город. Я отметила, что все, что происходит в Нидерландах, не является случайностью. Все это сделано намеренно. Это миллион деталей, которые совместно приносят результат. Для меня поездка сюда – ценный опыт. Я вернусь домой со стратегией, которую мы действительно можем реализовать. Здесь есть политические споры, проблемы с парковкой. Поездка поможет увидеть, чего можно было избежать. Также это реальные возможности для развития города. Лучшее, что есть в велосипеде – это весело. Независимо от уровня доходов, от возраста. Велосипед – транспорт для всех. Мы, американцы, можем сделать выбор. Быть здоровее и счастливее каждый день, пользуясь велосипедами. Озвучено проектом по развитию велодвижения в России. Let's buy it!